Поверить в сказку, убедиться, что добро всегда побеждает зло и есть на свете счастье, любовь и волшебство. Воспитанники и педагоги 2-й детской школы искусств пригласили зрителей на творческий вечер в рамках фестиваля «Январские вечера». Он родился в Москве 14 лет назад. В Екатеринбурге он проходит с 2009 года. Наша школа присоединилась к этому проекту чуть-чуть позже. И сегодня январские вечера пройдут в этом зале в восьмой раз. Организаторы фестиваля вновь обратились к любимым сказкам. В этом году творческий вечер посвятили щелкунчику Гофмана. Кому вы подарили этого хорошенького человечка, что стоит там за елкой? Это вам всем, милые дети, отвечал папа. Он будет для вас щелкать орехи. Юные исполнители подарили гостям ощущение настоящего праздника. По традиции, во время концерта в детской школе искусств работала художественная мастерская. В режиме реального времени слушатели изобразили свои впечатления на бумаге. Кроме того, в рамках фестиваля юные художники открыли небольшую выставку, посвященную щелкунчику и мышиному королю. На творческом вечере радовали слушатели не только воспитанники второй детской школы искусств. В гости на фестиваль приехали музыканты из Екатеринбурга. На настроение хорошее, потому что люблю менять обстановку, тоже люблю дарить людям радость, чтобы просто самому получить удовольствие и всем доставить в остальном, когда тебя не оценивают. Просто поиграть в удовольствие с обеих сторон. Слушатели-исполнители. Волтор на кларнет «Виолончель» звучали для тагильчан в исполнении гостей. О своих инструментах музыканты говорят с большим удовольствием. Говорят, что «Виолончель» больше всего по тембру приближена к человеческому голосу. И я думаю, что это правда, потому что, например, верхние струны «ля» и «ре» спокойно могут взяться баритоном. И теплый бархатистый звук спокойно может извлечься человеческим голосом, например, в оперной арии или в любой опере. Вот. А что я чувствую? Как это описать? Не знаю. Ну, радость просто от общения с инструментом и с музыкой. У меня достаточно большая программа. Но сегодня я исполню «Нолин богатель». Это произведение написано для низкого регистра, для низкой Волторны, который исполняется в качестве конкурса на 2-й и 4-й голоса в оркестре. Фестиваль «Январские вечера» проходит в Москве, Казани, Оренбурге и многих городах Свердловской области. В Нижнем Тагиле праздник музыки прошёл восьмой раз. Алина Зорина, Михаил Корзняков, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова